Тема урока. Отражение света. Законы отражения света. Изучим явление, связанное с распространением света на границе раздела двух сред. Подробно остановимся на явлении отражения света. Проведем опыт. На зеркало, лежащее на столе, поставим полуоткрытую книгу и слева направим пучок света при выключенном свете. В темноте увидим падающие и отраженные пучки света. На зеркало поместим лист бумаги и на него направим свет. Оказывается, отраженные лучи словно пропали. Нам виден только падающий пучок света. Получается, что свет вовсе не отражается от бумаги? Пронаблюдаем заявление. Когда свет падает на зеркало, то книга освещена очень слабо. Но стоит упасть лучу света на лист бумаги, как освещение происходит лучше. Получается, что лучи света отражаются от бумаги. Отражение света – это явление, при котором световая волна изменяет направление, но продолжает распространяться в той же среде. Как видно из опыта, можно выделить два вида отражения света. Зеркальное – это отражение, при котором от параллельных друг другу падающих световых лучей появляются отраженные, параллельные друг другу световые лучи. Диффузное или рассеянное – отражение, при котором от параллельно друг другу падающих световых лучей появляются отраженные, не параллельны друг другу световые лучи. Зеркальное отражение возникает на очень гладких поверхностях, например, ровное стекло, поверхность воды на озере в безветренную погоду. Глядя на спокойное море, видим либо дно, либо небо или облака. Если же поверхности шероховатые, их называют матовыми, они обязательно будут рассеивать свет, что мы наблюдаем при отражении от бумаги. Благодаря рассеянному свету, мы видим большинство окружающих предметов. Эти рисунки показывают как зеркальное, так и диффузное отражение света от среды. Чтобы перейти к сути закона, вначале введем некоторые понятия. Зарисуем рисунок. Обозначим поверхность падения луча МН. СО – падающий световой луч. Это луч, указывающий направление распространения света на данную поверхность. Точка О – это точка падения луча на поверхность МН. ОЗ – это перпендикуляр, восстановленный в точку падения луча. Угол Альфа – это угол падения светового луча. Это угол между падающим лучом и перпендикуляром. ОБ – это отраженный луч. Это луч, указывающий распространение направления отраженной световой волны. Угол Гамма – это угол отражения между отраженным лучом и перпендикуляром. При отражении света всегда выполняются некоторые закономерности. Световой луч, падающий перпендикулярно на поверхность, отражается сам на себя. При этом угол отражения и падения равны по 0 градусов. При изменении угла падения, соответственно, изменяется и угол отражения. Отраженные и падающие лучи взаимно обратимы. При любом угле падения на любую поверхность – воздух, вода, стекло, мрамор – выполняются законы отражения света. Угол отражения равен углу падения. Угол Гамма равен углу Альфа – это закон отражения света. Обратите внимание на рисунок, где лучи света падают под разными углами на поверхность, расположенную под наклоном. В этих случаях для падающих и отраженных лучей все равно наблюдается равенство углов падения и отражения. Падающие и отраженные световые лучи и перпендикуляр, восстановленные на данную поверхность, лежат на одной плоскости. Каждое из утверждений закона отражения света подтверждается многочисленными опытами. Один опыт был проведен в начале урока – опыт зеркалом и бумагой. По рисунку можно легко убедиться в равенстве углов, если взять транспортир и измерить углы. Подняв бумагу зеркала, можно заметить, что падающие и отраженные лучи и перпендикуляр к зеркалу в точке падения луча лежат в одной плоскости – листа бумаги, если его расположить перпендикулярно зеркалу. Закон отражения справедлив как для зеркального, так и для рассеянного отражения света. Несмотря на кажущуюся беспорядочность в отражении лучей на правом чертеже рисунка 2, они расположены так, что углы отражения равны углам падения. Закон отражения света выполняется в воздухе и даже в вакууме, а также внутри жидкостей и твердых тел, которые прозрачны для оптических излучений. Например, надев маску для ныряния и сев на дно мелководного озера или реки в солнечный день, мы увидим отражение дна или проплывающих мимо рыб от поверхности воды под водой. Субтитры создавал DimaTorzok